Здравствуйте, меня зовут Валерий Иванов. В этом видео я покажу, как можно пройти простую бесплатную регистрацию на криптовалютной бирже Binance, а также отвечу на некоторые вопросы, которые часто мне задают мои партнеры. Переходите по ссылке под этим видео, либо находите в поисковой системе, как вам удобней, binance.com и перед вами открывается вот такой вот сайт. Все, что вам нужно, это просто ввести электронную почту и пароль. Вводим почту и пароль. Для генерации пароля я по-прежнему настойчиво предлагаю использовать специальную программу, например LastPass. Генерируем пароль, заполняем, ставим галочку «Мне больше 18 лет» и нажимаем «Создать учетную запись». Дальше очень интересная капча появляется у вас. Смотрите, нужно будет зажать левую кнопку мышки и перетащить ее до тех пор, пока у вас вот этот пазл, видите, вам нужно собрать пазл, не совпадет с частью слова, которое выпало. В данном случае нужно будет пазл перетащить вот до этой рамочки. Смотрите, перетащили и отпустили. Все, капча пройдена. Дальше нужно будет пройти на почту и скопировать и вставить 6-значный код подтверждения того, что этот почтовый ящик принадлежит именно вам. Ну или хотя бы для того, чтобы система понимала, что вы действительно ввели правильную почту и не ошиблись при вводе. Вставляем скопированный ключ из почты. Ждем. Система распознала. Все готово. Пожалуйста. Регистрация пройдена. Теперь сама биржа Binance предлагает зарегистрировать двухфакторную аутентификацию Google. Я также настойчиво рекомендую, также настойчиво как использование специальных программ для генерации паролей, также настойчиво рекомендую использовать двухфакторную аутентификацию Google. К сожалению, огромное количество случаев пошенничества, фишинговых сайтов, перехватов паролей и прочее. Вплоть до подмены буфера обмена. Такой у нас был действительно случай. У девушки украли очень крупную сумму денег. Она скопировала кошелек и зловредная программа просто подменила в буфере обмена кошелек, поставила другой и биткоин ушли вообще на другой кошелек. Но это как вариант того, что сейчас происходит. Поэтому обязательно включайте двухфакторную аутентификацию, чтобы максимально обезопасить себя. А также, конечно, поищите в интернете способы, как можно еще обезопасить аккаунт. Их достаточно много. Это и привязка к браузеру, и привязка сессии к IP-адресу, и привязка к смс-телефону, и двухфакторной аутентификации. В общем, много. Не пренебрегайте, пожалуйста, безопасностью. Сейчас я этого делать не буду. Этому можно посвятить вообще отдельное занятие. Поэтому пропустим. Сейчас для меня важнее было показать, как регистрироваться на бирже и как можно купить очень, опять же, быстро купить валюту. Например, USDT. Часто возникает у партнеров вопрос, как можно купить USDT. Очень просто. Нажимаем вкладочку наверху «Купить криптовалюту» и выбираем, что вы хотите купить. Я хочу потратить, ну, например, давайте 80 тысяч рублей и купить USDT. Они у нас в самом низу. Нажимаем далее. Появляется сообщение, что у нас нет ни одной карты. Нужно будет добавить новую карту. Вот обратите внимание еще. Binance принимает все основные дебетовые карты кредитные и дебетовые карты Visa. Именно Visa. Я попробовал привязать мастер-карт и у меня не прошла операция, появилась ошибка 500. А вот карту Visa у меня привязался элементарно, вообще, буквально в течение нескольких секунд. Как это делается? Добавить новую карту, вводим сюда номер карты, 16 знаков обычно, месяц-год окончания, код CVV на обороте. После того, когда вы заполняете вот эти три поля, у вас появится кнопка «Добавить новую карту», она станет активной. Нажимаете на нее и на фоне происходит такая операция. Давайте я попробую одну карту привязать еще. Вот я ввел данные карты. Кнопка «Добавить новую карту» стала активной. Нажимаем «Добавить новую карту». Ждем какое-то время. Видите, идет операция. После этого перекидывает меня на страницу верификации Сбера. Нужно будет ввести код, пришедший в SMS. И вот смотрите, будет списана сумма, 0,86 – это у нас британский фунт. Ну, какая-то сумма, сколько-то в рублях меньше фунта. Вводим код верификации. Отправить. Ждем. У меня появилось сообщение об ошибке. Бинанс сообщает о том, что эта карта уже привязана была к другому аккаунту. Пожалуйста, приверьте правильность введенных данных. Сейчас посмотрел, у меня остальные все MasterCard, а MasterCard сюда не подходит, к сожалению. Еще раз обращу ваше внимание, только Visa. Других Visa-карт у меня нет, поэтому я не смогу закончить процесс. Но то, что вы видели, это, по сути, было окончанием процесса. У вас списывается сумма, сколько-то копеечек списывается, потом они тут же зачисляются обратно, и после этого у вас это окно пропадает, и появляется возможность уже вот здесь кнопка «Купить» становится активной. Все, дальше переходите, оплачивайте, покупайте, пожалуйста, без каких-либо проблем, очень быстро. Сайт сделан на русском языке, используйте карты Visa, и я пожелаю вам всегда самых выгодных курсов. Всего хорошего!